Полетели Забыли, то хотели и раньше Это просто так, когда пришла весна Мне жаль, что тебя не застал летний ливень В июльскую ночь на Балтийском заливе Не видела ты волшебства этих линий Волна, до которой приятно коснуться руками Песок, на котором рассыпаны камни Пейзаж, не меняющийся здесь веками Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд Который пройдет часовой этот поезд По стрелке, которую тянет на поезд Что не отразит в том купе вечеринку Окно, где все время меняют картинку И мы не проснемся на утро в обнимку Поздно ночью Через все запятые Нашел, наконец, до точки Адрес, почта Не волнуйся, я не посвящу тебе больше ни строчки Тихо Звуки Звуки По ночам До меня долетают редко Пляшут Муклы Я пишу И не жду никогда ответа Мысли Рифмы Цвет остался 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 Звук Остальное стерлось Гаснуть Цепы Я звонил Чтобы просто услышать голос Всадник Замер 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 Всадник В реке стало кесло в русле Громкие Грани Я люблю Не нуждаясь в ответном чувстве Ну, Ваня, ну, Ваня, ну, до того был серьезный Он взрослый был Такой вот, он как-то Ваня у нас еще, по-моему, Соня Борзунова была очень такая Плотная Вот Все остальные такие вот были Маленькие Маленькие, хорошенькие такие Он был желанным ребенком, но они хотели девочка Получился мальчик У них же двое ребят А Ваня третий И получился мальчик И вот Лариса Ивановна всегда говорила Это наша девочка Это наша девочка Вот И Ванечка, Ванечка Он такой был заласканный Такой был, вот, знаете, вот Ну, как бы за нот Мамин ребеночек Не вспомню, конечно, по какому поводу От злости он Выходя из двери Ударил в дверь И проломил дырку Это в школе, в классе в нашем Было, и эта дырка была много-много времени Его очень долго заставляли ее заделать Потому что он не скрывал, что это было Ну, где-то, наверное, через пару недель Он все-таки сам даже заколотил ее, насколько я помню Но он силен был просто Поэтому у него и получилось так легко это сделать Я помню, возились мы во дворе Нам лет пять История, да? Нам лет пять И возились мы во дворе И там был такой гараж С какой-то совершенно хлифкой, ржавой крышей И я вот с этой штукой Как-то у меня в руках оказалась эта штука А Ванька очень хотел, чтобы она у меня Который бракок был крупнее Меня был сильный такой Отдавай мне ее Я говорю, нет, не отдам А он, я чувствую, сейчас отберет Вот И швыркнул на крышу Ванька залез А там хлифкая жесть И упал Рук сломал Метра два высота Да Я себя всю жизнь видел в этом случае, что я так поступил Ну Правда Мама там мне его говорит Вот, Егор, что ж ты натворил А потом Уже через много лет, когда уже мы играли Сидит с басом В другую сторону надо покатывать Он же правша Сидит с басом Играет очень сложный технический рифф такой На басу И говорит Вот, Гоша Если бы я из-за тебя тогда руку не сломал Я бы сейчас еще лучше на басу играл А Ну это Ну, все же знают, что он был Ну, великолепный бас Лучше не рада была Кто-то не волен сожечь свет Кто-то не в силах сказать нет Радуга и стелется судьба змея Пожирает хвостом глаза А в груди страха в душе тоска Больно Больно, не больно Да и ночи не лезет Но только лет не бей Проруха судьба разбудит Сон Редина Высла Постучи В двери Пороски Снег По лесам Верно По поля Сколько я Ваню помню, он всегда увлекался музыкой Гитара, барабаны, потом бас-гитара Увлекался профессионально И Наш одноклассник Егор Ворошилов Они всегда очень тесно дружили За одной партой сидели У них был такой период, когда они Оба помешались на барабанах И долбали по парте, изображая барабаны Долбали каждую перемену Они долбали до такой степени, что девочки начинали кричать Не слышно было звонка То есть они вдвоем барабанили какой-то там ритм Девочки орут, эти барабанят громче, чтобы девочек перебарабанить Звонка не слышно, заходит учитель Еще какая-то учительница зауч бежит, что там встряслось в кабинете Они вот прекращали только тогда, когда учитель уже кричал Селенинский, Ворошилов, хватит! Вот такое помню Был прям период, каждую перемену они долбали, барабанили Ну, пацанам было прикольно, все смеялись, балдели А девочки ругались, учительница иногда тоже смеялась, в основном ругалась Благодаря Ване Я ему говорила, Ваня, я говорю, вы вот с Егором В общем, у вас будет крутая группа, да, вы станете известными Возьмете меня на бэк-вокал Он, конечно, Танюха возьмем Да, я говорю, я вам там подвывать буду, как у Муми Тролля Вы, говорю, будете такие же крутые, как Муми Тролль, а я там на подпевках буду Музыка 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 На вступительных экзаменах я знала, что если списывать, то лучше сесть на переднюю парту, но никак не на последнюю Села Я мое поступление считаю благодаря только Ване Ваня сдал свой экзамен Тесты были по биологии, он сдал самый первый И надо же было так совпасть, у нас с ним были одинаковые варианты Преподаватель, сидя передо мной, начала проверять Ну и я, естественно, проверила свой тест следом за Ваней И мы получили пятерки Ну он задавал, конечно, драйв То есть, и весело было У нас был в основном женский коллектив Ну, группа вот девочки, 64-я группа, и мы 66-я И, ну, как-то никому он не скупился на комплименты То есть, там, знаете, каждая себя чувствовала Ой, богиня Просто звездой, да, конечно Ну, это все вот рядом с настоящим мужчиной, как говорится, чувствуешь себя настоящей женщиной Мы с Ванечкой познакомились тогда, когда я перешел в группу психологов Это было уже на втором курсе обучения Ну, знакомство достаточно было прозаичное Привет-привет, Илья, Ваня Причем добавил после Вани слэп Я спрашивал, а что такое слэп? Он говорит, я басист, я играю в группе Ой, очень классно Так все-таки ты объяснишь, что такое слэп? Он говорит, это очень просто Смотри, делаешь рукой вот так Потом ногой вот так Ну, а потом еще головой вот так Так, и что? И все, все девчонки твои Ну, слэп, на самом деле, это очень сложный специальный перебор Который он меня так, конечно, не научил Потому что я, увы, не музыкант А он, он останется музыкантом Навсегда ПЕСНЯ В Feel Ну, а потом еще Есть Дорогая В ДВЕРС В ДВЕРС Дорогая Потом мы лежали плечом, плечом Потом мы летали, рука в руке Потом засыпали на пятерке и снова летали И падали сны, о, как странно, что я не ревную тебя Меня удивляешь, как в тот волк Рисами лежали, маясь в розные звери Звери вырвленные, ой, как бы ты был настоящий Стала бы тебя под рукой, шептала бы нежно А чайка, твою гайка Когда были в полном составе, Ваня Серединского я знал только по экрану И почему-то вот с экрана он не вызывал ощущение человека такого доброжелательного, добродушного Почему-то он мне казался таким серьезным, даже немножко таким злым каким-то И когда он попросился к нам в группу Я такой Испугался Я такой, Ира, зачем? Вот сейчас Никита играет Все, у нас полный состав Ну типа Никита собирался еще, по-моему, уезжать в Питер И как бы так то ли да, то ли нет Но я думаю, да, вроде еще не уехал Ира, зачем? Давай не будем Зачем нам Ваня? А ко мне, как подошел Ваня, это вообще было очень интересно Он подходит, и первое его слово, первая встреча Первый раз ты видишь человека, он говорит Басист нужен Просто не улыбаюсь, ничего Я не поняла Басист нужен Я говорю Нужен А мы на тот момент, ну, искали разные варианты Да, то есть К сотрудничеству были открыты Любых музыкантов хотели видеть в своем составе Ну говорю, ну да, нужен Он Ну ладно, телефон мой запиши Я записала его телефон Говорю А имя-то как? В смысле имя? В прямом смысле тебя как зовут? Да ладно, ты что не знаешь? Приехала же я, сколько лет прожила в Москве Естественно, я не знала его вообще И передачи никогда его не видела После этого я стала смотреть передачи Думаю, ооо, с кем я познакомилась? Но он у меня так и был записан Телефон записал Как мне его записать? Мне неудобно было требовать имя Он же звезда Решил, что я его знаю Просто издеваюсь над ним Ну, на нем была кофта такая полосатая Я так и записала Парень в полосатой кофте Он у меня в телефоне был записан Эти стены созданы с ним Придуманы с ним Опять же, бессонными ночами После концертов Когда я всех развозила Ваня всегда был последний адрес, куда я отвозила И мы с ним Не помню, каким путем Какой ночью это пришло нам В переписках, в обсуждениях Мы решили, что пора создать такое место Которое будет достойным местом для группы Где мы сможем репетировать И так же, так как ребята все молодцы Профессионалы, я считаю В группе художник Где мы сможем Где они смогут свои навыки И свое творчество Дарить ученикам Делиться с кем-то И вот однажды мы с ним придумали Такой проект, как рок-студия Я буду заниматься этим проектом И мне бы хотелось Ну не хотелось А для себя Лично для себя внутри Не для кого-то Для себя внутри Я понимаю, что это все не просто случилось Не просто это все назад вернулось Значит, этот проект должен жить В память о Ване А если я не прав И врет мой стих Нам кажется, что заклинать им все И в лодке не осталось больше рыбы Летит звезда на каменные глыбы Четвертый раз Взрывается луна И ты мне Отзывительно нужна Прийти звезда на каменные глыбы И спрашивай у них А ли могли бы Пустить в полет любую ерунду Ты так не увидишь Я иду Четвертый раз Взрывается луна И ты мне Ослепить должна Для меня был человек загадкой, если честно Вот мы Вот за стенкой буквально сканер То есть кабинеты рядом Но мы виделись не так часто А из-за того, что мы виделись не так часто Мы с ним, когда в коридоре сталкивались Он все время встречал тебя с такой улыбкой И говорил Здрасте, здрасте, здрасте И в течение дня, если несколько раз Раза три говорили друг другу здрасте Потому что знали, что завтра друг друга не увидим Он говорит А, ну за завтра А, ну за послезавтра еще По-настоящему для меня Ваня раскрылся Ну я знал, что он там что-то там на гитаре играет В какой-то рок-группе Я, эта тема не моя Я на эти концерты никогда не ходил Но знаю, что играет Но когда мы начали пробоваться на новогодний проект Когда была задача всех телеведущих записать Ну тех, кто может как-то петь И вдруг я у Матвея наверху Слышу, как Сельвинский У него такой бархатный, потрясающий голос И он абсолютно попадает в ноты То есть я понимаю, что у человека есть слух Я понимаю, что человек поет И поет еще как Еще первый раз мы там какие-то новогодние Не новогодние, а первые пробовали какие-то военные песни А потом вот новогодний проект Бой машин, как бой бокала С детства мне ласкает слух Сколько я заснял скандалов Битых джипов, самосвалов Разнесенных в прах и пух Бэнс, бомс, бамс Уноси готовенького Бэнс, бомс, бамс Что там новенького Что там новенького Что там новенького Я помню еще, как мы снимали Что-то на 8 марта Когда Александров, я и Ваня Мы раздавали розочки на улице возле ярмарки И вот он такой был трогательный Он с такой улыбкой к всем подходил Его естественно все узнавали Но как бы был такой диссонанс Что люди, которые видят репортера криминальной хроники Отдающим, раздающим женщинам розы Да, это было так забавно Два года назад ДТП произошло у Ваньки В него объехал автобус рейсовый Он позвонил мне и с таким энтузиазмом Он говорит, приезжай, снимай, наверное, ДТП Я говорю, ну, как ДТП? Он говорит, да ничего страшного Как бы, все хорошо, машина сделается Сам живой остался, все нормально Когда я приехал на ДТП, спросил, говорю, Вань Зачем он снимает ее ДТП, показывает его Он говорит, понимаешь, телезрители считают Что мы только чужое горе показываем Свою всегда скрываем Поэтому, говорит, сейчас мы снимем мое ДТП Его тоже покажем Что как бы, это не является чем-то таким скрытным То есть, обо всем пытался рассказать И ничего не скрывал Вот, говорят, мы рады чужому горе А про свое молчим Это неправда Стоял на перекрестке, никого не трогал И получил удар сзади Стоял на перекрестке, никого не трогал Случайно падали звезды Мои пустые кармоны И остальные надежды Мои колени доброты Ты был счастливый и пьяный И что-то важное не жду Нарочно падали звезды Мои пустые кармоны И остальные надежды Мои колени забрали звезды Ты был счастливый и пьяный И что-то важное не жду Очень, я остался очень доволен концертом И мнением людей, своих одноклассников Мы очень довольны Нам очень понравилось Мы с ним, вот 11 класса были вместе А потом нас судьба разделила Вот, мне было интересно Как у него сложилась дальше судьба Ну вот, я послушал И он не изменился Он был такой жизнерадостный Оптимистичный, как в классе Я его не знала, к сожалению Он учился с моим мужем Но очень приятно было Послушать концерт и посмотреть выступление Это вообще не так Вообще не так Это, как понимаешь, как вот Автомобиль Когда вот он самый мощный на планете Там две турбины У него там сзади четыре баллона огромных Не знаю, там литров по сорок Закисью азота У тебя на руле две кнопки Садишься в эту машину Давишь газ в пол Жмешь закись азота И мучишься на бешеной скорости Вперед безостановочно Вот так Такой был Ваня Ну конечно А концерт, как бы, ну это же для всех Такой он был для определенных людей Для каких-то людей он был другой Для меня он был как вот Там вообще нам, чтобы Пофигу куда лишь бы Вот Мучаться на бешеной скорости Ну Ваня, он, конечно, как и любой человек был Наверное, разный В семье Немножко другой Вот Что я могу сказать Вот Что он очень, конечно, ревностно относился Вот К коллегам По работе Совсем другое отношение Это он Все бросал Все семейные дела Всегда Вот И Рвался Если ему что-то такое Обязывало его Значит Он, конечно, в первую очередь Все выполнить Для Людей Потом уже так Где-нибудь там что-то Семье уделить Концерт очень понравился Большое спасибо Я уже поблагодарил Организаторов Классный концерт На самом деле И Самое главное Я вообще боялся идти Потому что думаю Ну плакать же нельзя мужчине Да Ну я Ваня очень хорошо знал И Поэтому Мне радостно То, что вот именно Как сказала Да Елена Мурева О том, что Самые радостные моменты выбрали Поэтому Улыбались Улыбались Да И, конечно, грустили Это все Повод ужасный Но на самом деле Концерт очень хороший Он очень позитивный Добрый И Такую вселяющую Жизнь В людей Поэтому Надо помнить таких людей Как Ваня И Ну жить Жить дальше Крутая концерт Лично никогда не знала Ваню Но То, что этот человек Как сегодня говорили Позитивный Да Известный Само собой Позитивный И широкий Душ Это было видно Всегда Если кому-то казалось Да Что на экране Он какой-то злой Там казался таким Мне так не казалось Никогда И Ну, наверное Вот поэтому Потому что Вспоминать Хороших людей Это Ну Обязанность наша Прежде всего Потому что Как говорят в православии Люди умершие Они Находясь там В другом мире Все время Помнят о нас О нас Молятся И Люди Живущие Тоже помнят Друг о друге А вот О людях Живущих в том мире Могут помнить Только те Кто живут здесь Это очень важно Помните об этом Как говорил Ваня Могут помнить Мы за темным стеклом Каменный дом Бегайся осторожно Небо тысячи тонн И устоять Просто невозможно Будет Улыбаться Как Глубься И стоять Неподвижно Повторяй Чуть Слышно Возвращаться Не надо Возвращаться Не надо Возвращаться Не надо Не надо Не надо Память – это одно из самых ценных человеческих качеств, особенно когда она созидательна и побуждает выполнять добрые дела. Это большая честь и для памяти Вани, и для всей нашей семьи. Пусть всех вас также помнят и любят. Всего самого доброго. Спасибо. Мы будем ждать, я и твой город, будем ждать медленно, скоро на перронах, на аэродромах, на остановках и даже дома. Мы будем ждать, мы будем ждать. А у меня на сегодня все. Вас ждут дома. Помните об этом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ